Здравствуйте! Главный герой сегодняшнего обзора это портативный ЦАПо-усилитель FIO Q15, а для того, чтобы обзор был более интересным, информативным и полезным, сравню его с FIO Q7, Topping G5, X-Duo Plus 2-го поколения и зачем-то с Sony Pcha 3. Если уже так немножко душнить, то FIO Q15 является логическим продолжением от всеми забытого, в том числе и FIO ЦАПо-усилителя Q5S, там где еще были смены в модуле усиления, но по факту и я, да и вы в том числе, точнее вы и я в том числе, воспринимаем его как упрощенную версию от Q7, более бюджетную, более простенькую, хотя назвать его по характеристикам как-то хотя бы даже натянуто простеньким не получится, потому что ЦАП используется, АК4499EX, модуль USB это топовый XMOS 316, Bluetooth модуль тоже все как положено от Qualcomm 5125 со своим DSP, по мощности 1600 мВт при сопротивлении в 32 Ом и 300 мВт при сопротивлении в 300 Ом, очень впечатляющие цифры, очень крутые, естественно здесь и DSD 512 кушает, и PCM768 тоже не давится, все что вы на него хотите, то и подаете, все, будет работать великолепно, то есть ну флагманский, то есть за что тут переплачивать 250 долларов и зачем вот такая вот громадина, если есть что-то более или менее компактное, но все равно нюансов много и даже у меня сейчас в голове такого четкого окончательного вывода, насколько он хороший, насколько он оправдывает себя, но у меня нет. Почему? Я вам объясню, возможно вместе и сделаем эти выводы. По внешнему виду все сделано очень приятно, да, он безусловно откликается с тем же Q7, они во многом схожи между собой, но Q15 более портативный, он как-то и по размерам сопоставим, по крайней мере по своей ширине с современными смартфонами, он легкий, то есть он никак не тяжелит руку, и при этом по управлению все сделано максимально логично. На лицевой панели то, что вам и необходимо, это клавиша, которая встроена в колесо регулировки громкости, это на обычный выход 3,5 мм, который можно через меню менять и как линейный выход, и выход на наушники, балансный выход 4,4 мм пентакон, которым настоятельно советую пользоваться, а уже на другой стороне есть два выхода USB, один только для соединения с источником, второй исключительно для питания и коаксиальный вход. Ну и на боковой грани уже находятся клавиши включения и клавиши переключения треков, все логично, все понятно. И главный вопрос, главный момент, как это все звучит, и вот с этим есть сложности. Если подключить его к сети через вот этот самый красненький USB Type-C порт, то звучание, ну просто мое почтение. Он звучит так же, как Fio Q7 в обычном портативном режиме, без подключения к сети. Это очень хорошо реализована, такая ровная подача, прям без каких-то лишних там приукрашательств, без лишнего внесения чего-то в себя. Такая хорошая мониторность с прекрасно очерченными ударами, с хорошей глубиной по низким частотам, по высоким частотам, к тому, насколько хорошо реализован контроль. Ну, великолепно, все, хочется слушать, потому что звучит, ну, прекрасно. Но, как только мы отключаем от USB, отключаем режим Ultra High Gain, звучание становится уже, ну, намного более таким упрощенным. И если он подключен к сети Ultra High Gain, включен, то Topping G5 уже звучит попроще. Да, в Topping, на мой слух, все-таки немножко подкрашены удары, подкрашены высокие частоты. Он более яркий такой, более агрессивный, хотя многие, наоборот, считают, что вот он совсем сухарь, а вот там Q7, он чуть-чуть повеселее. Мне кажется, иначе. Сравнивало на совершенно разных наушниках, но вывод один и тот же. И в стационаре Q15 все же круче, чем Topping G5, даже если не брать мощность, даже на внутриканальных наушниках. Но когда мы отключаем этот самый разъем, то проявляется та самая проблема удешевленных моделей FIO. А именно проблема с контролем тех же высоких частот, тех же низких частот. Уже вот это вот сверхразрешение, оно куда-то теряется. Уже на высоких частотах такое немножко замыленное звучание, которое в чем-то проявляется в виде той же грязи, не совсем чистого воспроизведения. На низких частотах вместо вот этого прям быстрого, резкого удара, он такой уже более смазанный, от этого уже и глубина кажется, что не такая хорошая. То есть где-то есть небольшие такие огрехи, за которые все-таки слух цепляется. И ты понимаешь, что он звучит прям, ну, проще, намного проще. То есть такое чувство, что в стационарном режиме используется одна обвязка, в портативном совершенно другая. То есть такое впечатление опять-таки создается. И подобные проблемы, они встречаются у FIO часто. То есть есть FIO K9, вот хороший такой добротнейший ЦАП-усилитель, все в нем круто. Есть FIO K7, который по подаче, он, ну, с большего похож. То есть ты понимаешь, что это устройство из одной и той же линейки, но вот K7, он подешевле, он и является дешевле. И проявляется это в тех же самых проблемах, в такой рыхлости звучания, особенно по краям частотного диапазона, абсолютно такая же ситуация с FIO KA13 и KA5. Они похожи между собой, но KA13 более такой рыхленький, более вот упрощенный. И то же самое и здесь, что вот есть Q7, это прям полноценное такое устройство, и есть Q15, более такое рыхленькое. И можно сказать, ну, все равно, Антон, какая разница, подключил ты его к сети, и все, будешь себе слушать с тем же качеством звучания, что выдает и он. И я соглашусь, что, ну да, блин, даже в слепом тесте очень тяжело будет отличить Q15 в стационарном и Q7 в портативном. Но если уже рассматривать его, его как стационарные решения, то возникает несколько вопросов. Во-первых, все-таки 400 долларов для стационара это хорошая цена. Есть тот же топпинг DX3 PRO+, который стоит дешевле, и будет звучать, ну, плюс-минус так же. То есть, немного другой подачей, но по качеству очень сопоставимо. При этом он будет дешевле, он будет удобнее именно для стационарного использования, потому что, когда стоит FIO на столе, то есть, ну, громкость регулировается, но вот, ну, как-то неудобно. Надо держать его в нормальных стационарах, это реализовано иначе. В стационарах есть выходы на акустику, есть уже не только там один какой-то разъем, а отдельно на коаксиал, отдельно на оптику, может быть, несколько оптик, одна на вход, там один на одна на выход. Больше функционала, больше каких-то особенностей. Если рассматривать свой чисто портативном режиме, то, ну, здесь уже топпинг будет и меньше по своим размерам. Все-таки по толщине у них, хотя, казалось бы, я что-то все думал, потешно. У меня была четкая уверенность в том, что Q15 намного толще, чем топпинг. Они вот здесь лежат на одном столе, я точно так же думал. И сейчас сравнил, понимаю, нет. У них разницы по размерам, ну, практически, практически нет. Во, весело, а? Топпинг дешевле на 100 долларов, звучит лучше. В топпинге лучше реализован небалансный разъем 3,5 мм. Все же здесь разница ощутимая не только по мощности, но и по качеству звучания. Ну, и он уже тогда проигрывает. И, насколько я для себя понимаю, Q15 это тот вариант, когда вы еще так мечетесь. Вы не знаете, либо же вам нормальный стационар поставить, либо все-таки портатив. Но вы еще не знаете, где вам больше захочется слушать музыку. И тогда Q15 будет интересным вариантом. Потому что модель хайповая, все равно вы потом сможете ее продать. Она не будет у вас на барахолке там висеть на протяжении полугода. Но вы, по крайней мере, определитесь, что вам нужно. И у вас будет возможность получить при этом качественное звучание. Либо же, когда вы слушаете музыку прям вдумчиво где-то дома, но порой хотите на прогулку взять с собой там полноценный какой-то источник звука. И вам уже не настолько важно, а что ж там будет-то на 25 герцах. Насколько вот оно там все честненько играет. Да пофиг, в принципе. Есть мощность, есть звук, к которому вы привыкли, к подаче, которая для вас уже какая-то близкая. Все, вы пользуетесь. Есть мысли о том, что прошивками все это могут исправить, пофиксить. Я в этом очень сильно сомневаюсь. Потому что, во-первых, зачем это делать в FIO? То есть, у них есть очень хорошее разграничение. И, во-вторых, я сомневаюсь, что это программные проблемы. Все-таки, то усиление, которое здесь есть, оно рассчитано именно на стационарный режим. То есть, когда оно работает от аккумулятора, то оно не может работать в полную свою мощность, в стабильном, обычном для себя режиме. Все это как-то настроили, попытались сделать так, чтобы работало адекватно, но получилось, как получилось. И я... В чем проблема? Я все равно пытаюсь сделать какой-то вывод более-менее однозначный. Хороший или плохой? Там, потерянные задачи. А здесь, ну, это сделать сложно, потому что... Ну как, к нему можно найти хорошее применение, как вот я говорил, когда вы еще не можете определиться, что вам нужно стационар, либо же портатив. Но все равно понимаешь, что в стационарном режиме он не играет на свои деньги, в портативном режиме тоже не играет на свои деньги. Короче, какая-то запутанная, абсолютно непонятная ситуация. И с X-Duo я, в принципе, ничего толком не сказал. Здесь сравнение также не особо вижу смысла, потому что XD05 Plus это такая болванка, которая, в принципе, по заводу уже звуки издает, но рассчитано на то, что все-таки вы будете разбирать и будете ставить сюда нормальные усилители, нормальные ОНЧ, и тогда уже получите качество звучания какое-то более-менее вменяемое, либо же хорошее. Там будете искать, где же найти там Muse, эти операционники именно оригинальные, там искать разницу между третьим и четвертым. Короче, вот для тех, кому нравятся все эти заморочки, самому-самому довести технику до ума, X-Duo будет интересен, но сравнивать его в стоковом режиме с какими-то другими устройствами бесполезно. Его нужно модернизировать и потом уже сравнивать с кем-то другим. Я этим не занимался, не вскрывал его, соответственно, и сравнивать не буду. Конечно, XD05 звучит проще, у него более такое массивное звучание, более простое, то есть даже если сравнивать FIO Q15 в портативном режиме с XD05+, то у них разница в любом случае огромная, и здесь детальность будет лучше, и проработка сцены будет значительно лучше. И общее восприятие качества звучания здесь выше. То есть это все же такая болваночка-болваночка. И предвещаю ваши вопросы по поводу того, что ну не всем же надо ультра-хай-гейн, то есть фишка проводного подключения к сети заключается в том, что вы можете активировать режим усиления дополнительный. Обычно у вас есть low, mid, high, там супер-хай, и вот последний, ультра-хай-гейн, он самый мощный, самый, ну выдает максимальную мощность, и вот кажется, а что если там у меня какие-нибудь арматурные наушники, которые очень чувствительные, да пофиг. Что с Q15, что с Q7, даже на очень чувствительных наушниках лучше использовать высокое усиление, потому что качество звучания будет лучше, а фоновых шумов вы в любом случае не услышите. То есть даже на чувствительных наушниках в беспроводном режиме, когда через Bluetooth принимают информацию, никаких фоновых шумов я не услышал вообще. Их здесь нет. То есть в этом плане реализация хорошая. И по Bluetooth, точно так же, как и в Q7, реализовано все очень круто. То есть потери минимальные, и для того, чтобы услышать разницу между беспроводным и проводным подключением, его нужно именно выслушивать. Сначала подключили по кабелю, потом резко переключили на Bluetooth, ага, и все, вы слышите, что вот здесь вот там на высоких частотах оно чуть-чуть проще играет в беспроводном режиме. На определенных треках их тоже нужно еще найти. Так что да, его без проблем можно использовать как Bluetooth-приемник, Bluetooth-сапоусилитель. Эта функция здесь не для галочки. Абсолютно адекватная. И так же читал где-то в комментариях, что есть проблемы с прошивкой, что-то там не так. Я ничего не заметил. То есть в моем экземпляре прошивка полностью рабочая. И для тех, кто думает, что вот заслали там на обзор какую-то специальную версию, нет, я ее взял из магазина. Один из тех, который пришел. Все, они там никак не помечены. Поэтому да, вполне возможно, что на первых ревизиях были какие-то проблемы. Сейчас этих проблем с прошивкой нет. Опять же, повторюсь, в моем экземпляре. То есть если бы это было что-то совсем повальное, то в моем бы эта проблема тоже присутствовала. И есть такая мысль, желание, пока куча разных ЦАП-усилителей, сделать отдельное видео по этому поводу вообще. Как сейчас выбирать ЦАП-усилители, то есть какие-то основные базовые модели посравнивать, для кого они смогут больше подойти. И также последнее, что забыл сказать про Q15. Мощности у него дофига. Прямо в стационарном режиме качает. Ну, что вы ему дадите, то качать и будет. Греется, безусловно, с этим не спорю. Хотелось бы, чтобы тоже была такая подставка с вентилятором, как и с теми же М17 с тем же Q7, но ее нет. И вот еще одна мысль по поводу логики ФИО. То есть у них есть какое-то прям очень хорошее устройство и его упрощенная версия. Как я говорил, там К9, К7, КА5, КА13, там в Q7, Q15. Но во всей этой логике есть два исключения. Первое, это ФИО М17, хай-фай-плеер топовый, и ФИО М15С. Но вот, казалось бы, между ними там разница по цене есть, причем такая нормальная разница, но они звучат очень и очень схожи. Я не слышу какого-то упрощения в М15С. Он звучит чуть-чуть хуже, но, блин, это та разница, которую нужно выслушивать прям лоб в лоб, а не та, которая цепляется на постоянке слухом и вашим вниманием. И второе, это ФИО М11С и М11С+, среднебюджетные плееры, у них тоже такая разница очевидная, там 400 и 600 долларов, если я не ошибаюсь, там цены могли измениться за последнее время. И тоже, блин, там нет этой разницы. М11С, да, у него там ноги-кооперативки меньше, чуть-чуть он послабее по своей мощности усилителя, но все равно звучат они прям впритык друг к другу, чтобы услышать разницу между ними, нужно опять-таки перетыкать наушники из одного в другой. Так что, мне интересно следить за логикой бренда, за тем, как они выстраивают свои модельные ряды, как свою экосистему делают с той же клавиатурой ФИО, но это потешно, как по мне, там будет отдельное видео, буду рассказывать, но у них уже есть видение такого рабочего стола-аудиофила, когда стоит там стационарник ФИО R7, это даже не просто ЦАП-усилитель, это такой комбайн своеобразный, акустика ФИО SP3 под размер с этим R7, подставка для клавиатуры, ФИО-вская фирменная клавиатура со встроенным ЦАП-усилителем, то есть уже образуется такой рабочий стол аудиофила, это весело, прикольно, мне интересно за этим наблюдать, вот теперь точно буду завершать, вам большое спасибо за просмотр данного видео, если он вас заинтересовал, то по ссылке в описании сможете его найти, и на этом у меня все, спасибо вам за просмотр, до скорых встреч, до новых 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 встреч,